Посетить театр, музей, концерт без билета. Звучит заманчиво. С 1 сентября возможность свободно посещать культурные мероприятия появилась у 17 миллионов российских подростков и молодежи. По инициативе Владимира Путина в России стартовал проект «Пушкинская карта». Получить ее могут ребята от 14 до 22 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуги и установить мобильное приложение Госуслуги Культура. На карту, которая может быть виртуальной или пластиковой, автоматом поступит 3000 рублей, потратить которые можно на посещение музеев, театров, библиотек и других объектов культуры. Причем воспользоваться картой можно не только в своем регионе, но и по всей стране. Так наши ребята смогут совершенно бесплатно увидеть мировые шедевры Третьяковской галереи или спектакли Большого театра. Мы очень рады этому проекту. Сегодня более 50 тысяч юных жителей Республики Морел также могут присоединиться и присоединяться, я уверен, к этому замечательному проекту. Потому что, когда мы говорим «Мишкарала», мы говорим «Мишкарала театральная». И видим в наших концертных залах, в наших театрах юных наших жителей Республики Морел. Поэтому милости просим и приглашаем всех воспользоваться картой, пушкинской картой. И приходите в наши театры, музеи, библиотеки. Много программ, которые готовят сейчас театры специально по пушкинской карте, потому что проходит модерацию каждое мероприятие. Сначала в Москве, затем экспертным советом уже на территории Республики Морел. Экспертный совет, 9 человек Министерства культуры создан. Это и государственные служащие, это театральные деятели, музыканты, общественные деятели. Поэтому все спектакли отсматривают. На сегодняшний день рекомендованы экспертным советом для посещения 44 мероприятия театрально-зрелищных и выставочных на территории нашей страны. Что надо заметить? Сейчас мы активно подключаем к пушкинской карте и районы нашей Республики, муниципалитеты, потому что мы заинтересованы, чтобы и дома культуры, и клубы тоже были подключены, и свои мероприятия могли проводить именно с учетом возможностей пушкинской карты. Потратить 3000 рублей на пушкинской карте можно будет до конца этого года, а уже в январе 2022 на карту поступит новая сумма на год, уже 5000 рублей. Билеты, которые будут приобретены по этой карте, именные, то есть воспользоваться ими сможет исключительно обладатель карты. Узнать подробности о программе «Пушкинская карта» и посмотреть афишу культурных событий можно на сайте культура.рф.